приветствую вас андрей давайте разберем ваш вопрос смотрите ну собственно вам мои коллеги достаточно подробно уже описали проблематику ваших отношений вот и те нюансы на которые стоило бы обратить внимание с точки зрения психологии поэтому я не вижу смысла повторять то что сказали же мои коллеги и про страхи и про все остальное смотрите я могу понять что вам нравится то что ваша скажем так подруга да назовем ее таким образом сделала своими губами я могу это понять и я могу понять что вам действительно это может быть не может быть неприятно я могу понять что вот вы я могу предположить что вы ну не согласны всем утверждением что вот негативное отношение к губам да к изменению каким-то физическим в теле партнера да это следствие того что барнер целиком не принимается то есть ну такое может быть я думаю что с этой точки зрения вот с этой позиции если вы честно себе признаетесь в том что ваше переживание негативное оно связано не с вами самим а с таким убеждением может быть в том что женщина навредила себе и с таким желанием пусть и не совсем уместным ей помочь 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 ей не вредить себе да помочь ей как то вот быть собой да и я могу понять эту вашу потребность я могу понять это ваше желание несмотря на все моменты которые объективно существуют с точки зрения психологии вот то есть я с их коллегами своими никак здесь не спорю вот я просто хочу раскрыть немножко другую позицию на этот счет а у девочки появилось такое желание а желание как то вот сделать сделать себя по ее мнению красивее и потребность хвалить то что я сделал за свои деньги свойственно многим людям то есть если человек что-то покупает он это хвалит он старается это хвалить ему сложно ему сложно начать обесценивать или подбрегать сомнению то за что он заплатил деньги то как девочка пришла к этому к тому чтобы изменить что-то в себе так же она может в принципе от этого уйти да если вы к примеру ей сможете продемонстрировать ошибочность ее позиции и если вы сможете продемонстрировать ей привлекательность привлекательность другой позиции по сути понимаете то есть здесь дело не в убеждении человека здесь дело не в переубеждении вообще переубеждаться очень мало людей объективно хотят потому что переубеждаться это всегда очень тяжело с точки зрения каждого конкретного человека я думаю что вы на примере вот как раз этого вопроса убедитесь в том что переубеждаться совсем нелегко потому что слойник когда у тебя вот есть точка зрения у тебя есть какая-то позиция да ее пытаются тебе пытаются донести что она твоя позиция не верна не верна вот это всегда сложно это всегда какой-то степени болезненно это всегда ну позиции в той или иную степень это всегда бывает желание какое такое желание сопротивляет это всегда надела желания желание высказывается против это всегда вызывают желание как-то вот доказывать что что человек, который так говорит, он не прав, вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, очень важно именно то, чтобы вы донесли до девушки, показали ей, продемонстрировали бы ей, что идея естественности, идея какой-то такой природности и она более приближена к реальности, чем вот та идея, которой следует девушка. Если вы сможете показать ей Эппл, если вы сможете продемонстрировать ей это, если вы сможете донести на нее вот то, что действительно вот найдет какой-то отклик у нее в сознании, то я думаю, что она изменит свою позицию. Но, если нет, если вы не сможете убедить ее в том, что, естественно, все хорошо, если вы не сможете ее в этом убедить, то она, скорее всего, останется при своем мнении, потому что у нее есть свой мотив, и она взрослый достаточно человек, для того, чтобы решать вот такие вопросы, для того, чтобы самостоятельно решать то, что, ну, то, что касается ее вот тела, да, ее каких-то изменений, тем более сделанных за свои, в общем, деньги, и я думаю, что это действительно и нормально, что будет какое-то вот такое сопротивление с ее стороны. Вот. То есть здесь вот та вот, к сожалению, норма. вы говорите о том, что вы, я сейчас вычитаю, что вы встретились с женщиной после четырех лет разлуки и снова начали отношения. это, знаете, вот звучит так, что вы, это больше все-таки как-то вот самосознательно, что ли, делаете, ну, то есть сознательно, в отношениях, как это. А, а, не, а, не, на эмоциях. Вот. Это первое, и второе, я полагаю, это то, что, если не разобрать, почему вы расстались в первый раз, то те, те же самые проблемы, что привели к расставанию. В первый раз они приведут, значит, к расставанию и во второй раз. Вот. Поэтому, если вы хотите отношения сохранить, то, я думаю, необходимо рассмотреть причины, по которым вы расстались в первый раз. вы говорите о том, что у вас вызывают негативные, негативные переживания, то, что девушка с тобой сделала. Очень правильно надо добрать это негативные переживания, потому что, к девушке, это, отношения никакого не имеют. Вот именно к девушке это не имеет никакого отношения. Это скорее имеет отношение к тому, как вы это воспринимаете. И очень важно, чтобы девушка не чувствовала, что вы перекладываете ответственность за нее, за свои переживания, простите, за свои переживания, на нее. Вот. Очень важно, чтобы девушка этого не чувствовала. Потому что, если она это воспринимает, то быть в отношениях с вами ей не захочет. Вот. Потому что это, это, ну, довольно, довольно неприятная история, когда на тебя перекладывают ответственность за свои переживания. Поэтому мне вот что-то, если мне что-то не нравится, допустим, я говорю, что нет, проблема не во мне, да, а проблема в тебе. Как бы. Вот. Ну, это не очень хорошо. Понятно. Дальше. Вы, также, помимо, вот, всего прочего, вы обесцениваете то, что она сделала. Важно понять, откуда берется интенция к обесцениванию. Вот. То есть, почему, почему появляется такая, такая потребность обесценивать то, что человек, в общем-то, как уже было сказано, неоднократно, то, что человек делает с собой, да, свои деньги. То есть, есть ощущение, что вы делаете это, ну, пытаетесь обесценивать, пытаетесь убедить для себя. То есть, вы встретились, вы встретились девочкой, вы хотите с ней быть в отношениях и в отношениях, и вам нужно, чтобы она была какая-то определенная, соответствующая вашим представлениям. Вот. А все это, соответственно, обесценивание, как защита ваших определенных, ну, взглядов, да, и, в общем-то, вот эта вот защита, она вызывает нервозность, она вызывает тревогу. Вот это вот обесценивание, непринятие выбора девушки. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это тоже нужно разобрать, потому что вы все-таки, вот, ну, перекладываете ответственность в себя, да, на нее, за то, что чувствуется. Вот. Я не думаю, я не думаю, что это сколько-нибудь хорошая позиция и сколько-нибудь хорошее основание, позитивное основание для выстраивания отношений, отношений. Вот. Поэтому, здесь, мне кажется, ну, в такой момент, здесь, мне кажется, такой аспект в обязательном порядке нужно рассмотреть. Для вас, для вашего блага. Ну, и последнее, да, что я хотел сказать, переубедить, переубеждать девушку, наверное, не стоит. Не стоит, потому что, вы не сможете этого сделать. Вот. Вы не сможете этого сделать, ввиду разности мышления. Девушка мыслит со своей позиции, позиции женской логики. Вы мыслите со своей позиции, со своей мужской логики. И, мужская и женская логика, именно как логики, то есть, как способы познавнего мира, вряд ли сойдутся. Поэтому, мериться условными силами в дискуссии относительно того, что важно, это, по сути, значит, демонстрировать свои различия. Но, если вы хотите быть в отношениях с девушкой, то демонстрировать, ну, это не различно. Наоборот, что это общее, мне так кажется. Поэтому, не пытаться переубедить вас. Да, важно, важно, важно не пытаться переубедить человека в неправоте. А важно, как сказал мой коллега, правильно, донести свою позицию, через технику ясообщений, донести свою позицию, и продемонстрировать человеку, да, то есть, найти мотивацию для человека, свою позицию изменить. Ну, это вот, в принципе, будет справедливо. Если вы, конечно, действительно нацелены на отношения с девушкой. Если она вас волнует, если она вас, ну, действительно называет, вот, чувства, теплые чувства. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если понравилось, то буду благодарен за его отминку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.